На этот раз у нас вновь японский седан, вот только в заднеприводном исполнении и с более чем интересным мотором. Знакомьтесь, Toyota Alteza первого поколения. Toyota Alteza это праворульный японский бизнес-седан малого класса, прямой конкурент BMW 3 серии, а также Mercedes C-класса. Первое поколение выпускалось с 1998 по 2005 год вместе со своим братом-близнецом, леворукой моделью Lexus ES. Неплохая гамма двигателей, а также выбор между автоматической и ручной крокопередач позволял выбрать свой вариант для этого автомобиля. А подвеска, такая же как на всех маркообразных, не разоряла владельца, да и не разоряет его сейчас. Но от общего пора переходить к частному. На ваших экранах вы видите автомобиль 2001 года выпуска. И самое интересное, у него спрятано именно под длинным и широким капотом. Ведь там скрывается уже легендарный двигатель 1UZ-FE объемом 4 литра и мощностью 280 лошадиных сил. История же покупки этого автомобиля началась с продажи Opel Calibra и затем поездка в Краснодарский край. Причем практически случайно ему попалось сначала Альтеза в более овощной модификации, на которой он отъездил на это количество времени, тюнил и так далее. Но в определенный момент ему показалось мало этого и начались поиски свапа. И тут подвернулся этот автомобиль, уже готовый 4 литровый монстр на автомате. С мозгами обид и кучей плюшек. Что несомненно радует в этом автомобиле, что один из предыдущих владельцев ему не только нарастил мощности, но и добавил управляемости и улучшил тормозную систему. Ведь подвеска в круг уже стоит от модели Celsior, редуктор с самоблоком у нас от модели Chaser, тормоза также Celsior-овские. И плюс конечно же кайловеры, причем как ни странно АДЖС-овские. Но кроме всего прочего есть на что посмотреть и снаружи. Ведь тут нас встречает как TRD-шный обвес, так и черные фары с американского Lexus. И конечно же шикарные колеса CST Hyper Zero на низкопрофильной резине. Сквозь которые кстати видно прекрасные 4-х поршневые суппорта. Салон же данного автомобиля пусть и перешит, но в качественные материалы. И смотрится все это очень и очень органично. Причем доработки данного автомобиля не прекращаются по сей день. И скоро ему грядет новый виток эволюции. И поверьте, это будет очень интересно. На этом на сегодня пожалуй все. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо и всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok